всем привет привет бодрое холодное утро очень холодно очень бодрое у меня слетела эта штучка с головы мы греемся кофе я сейчас иду на остановку еду к подружкам и наконец-то дело дошло до моих подруг с которыми я должна встретиться а дима идет куда дим отойдешь а я еду в ресторан который называется гоги это грузинский ресторан вообще я там смотрела картинки интернете очень прикольный ресторан такой с юмором там есть прикольный значок не вай-фай а вай-вай вот и еще я в общем по вам покажу что это для того ресторана там должно быть очень прикольно и скажу вам свой отзыв мы принесли чай мы даже не знаем как его начать пить потому что очень красиво я пришла домой наконец на улице нереально холодно там настолько холодно что очень тяжело записывать любые видео потому что за три секунды рука просто отмерзает я даже не могла на телефонные звонки ответить потому что мне было холодно снять перчатку так вот хотела вам рассказать о ресторане гоги а при ней это хинкальная гоги мне понравилось там прикольная атмосфера там все очень стильно сделано но честно говоря там где мы были прошлый раз ресторан назывался хмели сунели там вкуснее конечно но там и намного дороже вот еще мне очень понравилось оформление я вам показала там в кадре вы видели несколько приколов которые были написаны на стенах но там на самом деле много залов и в каждом зале есть какая-то фишечка вот если вы в киеве обязательно туда сходите она того стоит у нас появилась новая штука новая штука для улучшения звука на наших видео смотрите мы заказали себе микрофончик и сейчас мы его протестируем смотрите какая интересная коробочка здесь какая-то инструкция есть здесь ничего сложного здесь просто нужно его подключить как гарнитуру но тем не менее а здесь еще всякая рекламная продукция понятно очень такая вот коробочка он очень легкий прям скажем так чересчур легкий его даже можно не заметить в кармане и здесь есть видите переключатель между частотами низкая и высокая то есть если близко держать телефон то нужно поставить на низкую на low а если далеко то на высокую на high чем давайте тестировать сейчас я разговариваю без микрофона он у меня в руках опять же повторюсь он очень легкий это очень круто на самом деле потому что мы думал что он как бы утяжелить телефон но нет он очень легкий и компактный и в принципе это удобно сейчас я вставляю микрофон вот сейчас я разговариваю уже с микрофоном одним из плюсов этого микрофона это то что он интегрирует звук сразу с видео то есть микрофоны которые просто записывают отдельно аудиодорожку и нужно его монтировать и подставлять видео но этот сразу делал улучшает звук вот я кстати пока не знаю улучает или нет еще столько буду смотреть это видео но он еще по идее должен снижать шум и улучшать общее качество звука хотя вы знаете я уже заметил один такой минус недостаток этого микрофона он вот такие вот нейтральные цвета и он очень маленький я вот его только что буквально отложил на пару минут чтобы проверить просто как звук без него работает я его искал минут десять я не мог его найти я уже испугался что я его потерял катя приехала бы убила меня просто вчера говорили что мы будем искать квартиру в латвии и спасибо елизавете федоренко или федоренко то есть я не знаю как правильно фамилию произнести за то что предложила нам помощь мы пока что справляемся если что мы к вам обратимся и еще хотели бы ответить на вопрос дмитрия казанкина что он попросил нас рассказать поподробней про квартиру сейчас я объясню как мы ищем какая нам нужна квартира мы всегда когда ищем квартиру неважно в украине мы куда-то хотим поехать или за границу или там вот за барселоны в рим мы летали или в париж мы всегда пользуемся сервисом airbnb вот постоянно он очень прост и удобен это просто супер изобретение на самом деле вот мы просто пишем куда нам нужно ехать например нашем случае это рига дальше пишем прибытие там допустим я не знаю там 17 февраля например и вот выселение там пишем 30 марта пишем сколько людей будет жить и начать поиск все есть огромное количество предложений просто сразу же с картой и становыми диапазонами смотрите видите вот есть рейтинг есть отзывы полностью все описание после того как вы нашли визуально понравишься вам квартиру например возьмем вот эту кликая по ней вы можете посмотреть фотографии более детально можете посмотреть полное описание но здесь такие красивые картиночки вот правила дома все удобства цены то есть даже смотрите видите здесь написано скидка на неделю скидка на месяц в общем очень большой функционал этой программы можете почитать отзывы и если вас все устраивает вы запрашиваете бронирование после того как вы запросили бронирование с вами свяжется хозяин квартиры для уточнения каких-то там вопросов там во сколько вы прибудете нужно ли вам какая-то нужна ли вам к эта помощь и остальные детали после того как все вопросы все детали будут влажены он подтверждает что он хочет сдать вам квартиру и после этого вы уже можно так сказать собственник этой квартиры на срок который вы выбрали на что нужно учесть это то что этот сервис эта программа airbnb она платная то есть вам нужно платить чтобы ее в тебе и пользоваться вам просто нужно будет заплатить комиссию когда вы снимаете квартиру когда вот вы уже нажали что вы хотите снять эту квартиру airbnb вам скажем так выставить чек что вам нужно будет заплатить какой-то определенный процент у них нет фиксированного процентов ну что все зависит от сезона все зависит от страны и куда вы едете все зависит от спроса и от других факторов поэтому кого-то определенного процента я вам сказать не могу стоит учесть что за вот этот сервис за которые они снимают деньги они предлагают нам безопасность то есть те деньги которые мы должны платить человеку который хочет сдать квартиру они сначала идут на сервис airbnb и только после того как мы уже заселились и вот уже за пару дней до выселения airbnb перечислить деньги этому человеку то есть мы например снимаем квартиру на неделю на пятом дне или на шестом то есть буквально вот до за пару дней или за день до отъезда airbnb только тогда отдает деньги это сделано для того чтобы исключить все факторы обмана чтобы мы не приехали например от квартиры нет никто трубку не берет тогда мы просто заходим в программу пишем про нашу проблему деньги возвращаются снова нам да мы останемся без квартиры но зато у нас не кинули на деньги и также если вы пожили там например пару дней и увидели что квартира не соответствует описанию которые вы видели на сайте то есть там написано что там есть стиральная машина вы приехали стиральной машины нет вы пишете об этом опять же таких программах airbnb и они вычитают какой-то процент и отдают вам и отдают вам какие-то деньги то есть не всю сумму потому что все таки в этом пожили пару дней но некоторую сумму не возвращают назад в общем я считаю что этот процент который они взимают он полностью себя оправдывает потому что самая главная причина по которым люди боятся пользоваться интернет услугами при съеме квартиры это обман airbnb этот обман исключает в нашем случае мы решили пользоваться этой программы потому что как мы поняли что в латвии как и принципе всех европейских странах все пользуются услугами риэлторов мы честно говоря не хотим платить риэлтору потому что мы сами находим квартиру начинаем писать по адресу который указан на сайте то есть там на адрес электронной почты или просто где-то вайбере или в подзапе и нам пишет отвечает только риэлтор и постоянно говорит что нам нужно будет заплатить за его услуги мы не спрашиваем какие услуги мы сами нашли квартиру свяжите нас с хозяином они естественно это делать не хотят хотя что мы заплатили какой-то процент и мы уже столько вот искали еще не нашли ни одно объявление которое вот подал бы хозяин поэтому мы решили что если уже платить деньги посреднику то пусть это будет уже airbnb которая нам точно будет гарантировать безопасность потому что посредники и риэлторы ну на слово верить конечно можно но все же опасно в общем вот так я понарассказывал спасибо что высушили спасибо за просмотр всем хорошего дня улыбайтесь всем пока